Всем приветики! Да-да-да, снова Сэмплер. Не удивляйтесь, но снимаю это видео, потому что владельца магазина прислала мне все-таки схему, исправленную схему. Я уже все отшила, конечно, но так как первый раз я ей написала, она как бы не очень хорошо среагировала. На второй раз она уже откликнулась и прислала мне исправленную схему, так как я считаю, что та схема была безобразная и я была вправе попросить нормальную схему, пусть она будет. Буду отшивать не буду, неизвестно, но пусть она будет. И поехали! У меня тут так вот все разложено на полу, но сейчас я буду вам показывать. Это значит у нас предыдущий ключ. Вот так он выглядел. Здесь вот две таблицы. Одна таблица для кроны, другая для ствола дерева и вообще все как-то непонятно и явно был просчет. Я сама высчитывала, ну так приблизительно все высчитывала, высчитывала. В общем, косяк полнейший, потому что поэтому даже сориентироваться невозможно, так как если захотите вышивать как я на другой основе, то вот эти данные, они были неправильными. Слава богу, я не начала. Присылала она новый ключ, но в новом ключе уже одна табличка и отдельно для ствола нету. Вот, также наверху исправлены размеры. Видите, 243 на 270, а здесь было 243 на 199. То есть, понимаете, разница 80 крестиков, это огромная разница. И вот здесь в сантиметрах, да, 44 на 36, а реально он 44 на 49. То есть он довольно-таки большой. Ну вот рекомендуемый размер тут даже написан. Хотя в предыдущей схеме этого нету. Размер ткани. Так что схема исправлена. Ключик теперь один, чтобы не было путаницы. Качество бумаги классное, бумага плотная, такая же все супер. Дальше пойдем по самой схеме. Ну сильно я углубляться не буду, так как уже там снято, переснято у меня много всего. Просто покажу, что раньше схема была вот так вот на трех листах и значки были вот такие вот более яркие, но менее разборчивые. То есть тяжело разобрать было символы, они сливались. Сейчас схема стала менее яркая. Символы читаются лучше, но все равно вот в таких вот местах, как вот птичка, да, тяжело разобраться. Все нормально. Схема теперь стала на четырех листах. То есть вот так вот. Ну, я имею ввиду в вот в ширину, да, было три листа, сейчас четыре. Вот так вот выглядит. Здесь вот лишняя бумажка. Опять же, у меня небольшой этот самый, небольшая претензия. Все классно, здесь значки все сходятся, все хорошо, не нужно мучиться, как мы мучились с Юлей. Вот, все доделано, проделано. Но, опять же, чисто мое мнение, что нужно было между листами оставлять, вот как делают, по три вот этих строчки, чтобы можно было переходить со схемы на схему. Здесь этого нету. То есть здесь мы оборвались, здесь мы продолжили. И как бы, ну, мне не очень удобно. Мне приходится два листа вместе вот так вот держать, чтобы там не запутаться. я люблю, когда вот эти вот все-таки три строчки, они выделены в отдельную, ну, как бы переход, да, с листа на лист, чтобы был. В остальном все нормально, схемы исправлены, все, все вроде хорошо. Так вот, я сильно, конечно, не вдавалась, но вроде все нормально. Вот такая вот была та схемка, такая стала. И эта цвета немножко вот... У меня сейчас темно вообще в Сан-Диего, второй день дождь льет, поэтому вообще темновато дома. Но, как бы, сейчас значки стали более читабельные по сравнению с тем, что было. Ну, вот вы видите, да, сами. Так что вот такие две схемы у меня. Одна неправильная, другая теперь есть правильно. И, слава богу, что мне ее прислали. Пусть лежит. Пригодится. Возможно, пригодится, потому что она мне очень-очень нравится. И у меня уже спрашивали, можно ли такую же вышить в подарок. Такое дерево. Сейчас я вам его покажу. Вот так вот оно у меня висит на стене. Самая большая моя работа получается. Вот она стена. И вот он прекрасный этот сэмплер. Ну, вот и все, наверное. Так что сейчас можете заказывать без проблем. Присылают уже нормальную схему, исправленную. И все вроде бы там нормально. Спасибо за внимание. Всем пока-пока. Небольшая вставочка. Еще лежал бисер. Еще прислала она бисер. И бисера явно она прислала большое количество. Возможно, того, что был бисер и не хватит, потому что я его не пришивала. Я не знаю. Вот. И вот такой вот приличный мешочек она прислала. То есть тут, наверное, с таким запасом-запасом. Но я к нему приглядывалась. Он опять же весь кривой и косой. Поэтому пришивать его, ну, я не знаю, есть ли смысл вообще или нет. Если только сидеть, отбирать, перебирать. Вот такая вот вставочка. Теперь точно пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok